Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас есть большой ресурс, он называется православный библейский сайт во свете Библии. И как я считаю самое ценное, это вот ответы 4124. И они разбиты на 55 тем, папок. И сейчас вот взаимоотношения берем. Ну и пошли озвучить эти вопросы. Вопрос 780. Второй твое открытым оком. Нужно ли перед постом высказывать друг другу то, что имеешь? Ответ. У православных вообще этого не принято. А должно быть. Потому-то православие в России пошло не евангельским путем, а монашеским. А у них все одно. Прости Христа ради, а тебя Бог простит. Никаких высказываний, никакой разборки. Это не евангельский путь. Но когда стали запрещать выяснять отношения, и так стали учить Самвона, то это уже прямо антихристианский путь. Лука 17.3. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя братвой, выговори ему. Выговори ему. Это вообще выкинули. Зачем скандал? Тихо. Все переноси. А это накапливается. Если покаяться, прости ему. А если не покаяться, тоже прости ему. Не перед постом только, а каждый день необходимо это делать. Не копить мусор в душе, а выметать его прочь, чтобы в душе было чисто. И ничто не препятствовало в молитве. Жить по Евангелию – это жить с открытым оком, смело выговаривать и даже упрекать, но не хамить. Пусть даже сурово, но с намерением исправить, а значит это по любви. Хотя противоположная сторона может сказать, в ваших упреках и обличениях я любви не почувствовал. Через это необходимо перешагнуть. Мы привыкли в глаза сюсукать, а за глаза поливать грязью, а это грех. Только нельзя быть судьями с неправыми мыслями. Нужно переспрашивать, так ли это, а иногда переспрашивать свидетелей. Сплетня. Живи как отшельник, гуляй, или плачь. Найдет тебе сплетня, придет твой палач. А града мешает, сквозь камень пройдет. Дверь не отворишь, по дверью подползет. В чем грешен, не грешен, в набат прогудит, навека бесчестит, по гроб осрамит. И в грязь тебя втопчет, и недруг, и друг. Проклятая сплетня, проклятый недуг. Иван Савич Никитин, 1848. Вопрос 781. Второй том открытый МОКО. Притча 26.4. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих. Толкование. Растолкуйте, пожалуйста. Ответ. В первом случае, когда глупый придирается к тебе, цепляется, ищет повода к сокандалу или драке, поношение истины, веры, ты смотри на него, как на злобного пса, который может тебя укусить, и даже растерзать. Матфея 7.6. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. Во втором случае, Соломон предсоветует, что если этот вопрошатель глуп, но не агрессивен, разложи по полочкам всю его дурость, чтобы он увидел, как в народе говорят, что он глуп, как пробка. Шиби с него его спесь. Это очень хорошо умеют делать первые христиане на диспутах, такие как Иустин философ, Екатерина мученица, а более всего апостол Павел. Деяние 17.18. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот свой слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресения. Они слово воскресения за Анастасию приняли. Апостол Павел их разгромил их же жертвенникам и надписью на нем. Псалом 113.16. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. Доказывая глупость поклонения идолам, Давид бросает им упрек, что они ничем не лучше этих безмозглых истуканов. Так беседе с безбожниками и атеистами нужно указывать на целесообразность видимого мира и этим замкнуть им нечестивые уста. В Римлянам 1.20. Ибо невидимо его, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Соломон рассматривает идейное рождение идолопоклонства и практическое его воплощение. Язычники тоже имели свое священство, свои семинарии и академии и на полном серьезе доказывали, что существует и Венера, и Марс где-то на Олимпе, изучали природу, над которой были свои божества. Первые христиане очень хорошо знали историю, биографию, кавычках, жития этих божеств и под часть тем разбивали эту глупость, показывая, что поклоняющимися им суть подобны истуканам своим и даже хуже их. Премудрость Соломона, 15.19. Вменять себе в славу, что делает мерзости. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния. Опрос, 782, второй том открытым оком. Доверчивость к людям. Грех это или нет? Ответ. Не грех, но открывает ворота греху. 1 Иоанна 5.19. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Неверующий человек это живой ходячий уголовный кодекс со всеми его нарушениями. Это люди, состоящие под властью сатаны, готовые в любой момент совершить любое преступление без причины. Когда кто-то говорит, а я вот такой, доверяюсь людям, как можно людям не верить? Этот человек хвалится своим безумием. Слово Божие учит нас иначе. Матфея 10.17. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас судилища, и в синагогах своих будут бить вас. Марка 12.38. И говорил им в учении своем остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях. Римлянам 16.17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Сирахов 11.29. «Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козни у коварного». У меня был близко знакомый человек, Гена Яковлев. Он жил у меня. И как все мои квартиранты, он знал мои жесткие правила. Никому после захождения солнца дверь не открывать. И не просто это говорю, заставляя в письменном виде подписать договор в нескольких, договор в нескольких экземплярах о том, что он будет соблюдать эти и другие правила, направленные на сохранение его жизни. У меня жил не один квартирант. И сейчас еще живут несколько семей и холостых ребят, и девчат, ибо у меня в городе Барнауле четыре квартиры, принадлежащих лично мне. Их дал мне сам Бог. Чудесным образом. Об этом знают все друзья. Квартиранты всегда у меня верующие, братья и сестры во Христе. И за всю жизнь ни с одного квартиранта я еще не взял ни рубля за многие годы за житье на квартире. Поэтому я имею моральное право диктовать им условия. В городе Туре Красноярского края был ритуально убит яромонах Григорий Яковлев, о котором я сказал выше. Я всегда просил его быть покорным моим заповедям относительно осторожности в ночное время, но он поступал по-своему. И хотя слышал, что сатанист грозит убить его, и хотя был в храме один, но открыл дверь своей смерти и был обезглавлен. Осторожность это очень положительное качество, заложенное во всей природе Творцом. Посмотрите, как ведут себя дикие звери и птицы. Тот же самый воробей или голубь клюнет и долго оглядывается по сторонам, снова клюнет и опять озирается. Дьявол постоянно преследует нас, потому дается заповедь непрестанно молиться, озираться, быть бодрственным, недоверчивым, настороженным. Вот так. Такое наставление даю, и на практике вижу, человек потерял голову. Вопрос 1101, третий том открытый мохом. Духовный отец для новичков не может ли быть кумиром? Ответ. Ничем другим он и не может быть, и к этому кумир и направляет свои усилия. Поэтому посчитатели их постоянно повторяют «Батюшка сказал», «Батюшка велел», «Батюшка благословил», «Батюшка не разрешил». Избежать этого возможно только в одном случае. Если священник денно и ночно будет насаждать авторитет Библии и все свои слова подтверждать книгой, главой и стихом Священного Писания. Вот потому православным батюшкам и ненавистна Библия, потому что она их соперник, она их враг, ибо показывает их убожество и развенчивает их непогрешимость и авторитет. Вопрос 1103, третий том «Открытым оком». Несколько дней назад по телевизору показывали интервью с Зоей Крахмальниковой. Вы поддерживаете с ней сейчас переписку? Чем она сейчас живет? Ответ «Я уже говорил и не раз о Зое Крахмальниковой, о нашей первой встрече с ней, как я влюбился в нее, даже еще не встретившись с ней, за ее горькие плоды сладкого плена, о предательстве в церкви, о Сергиевской декларации. Я так и не могу понять, почему у нас прервалась с ней связь. На нее как-то все навалилось вдруг после ее освобождения. Она отбывала в горном алтаре в Усть-Кане в то же самое время, когда измену мужа Феликса Светова и не могла простить его, последовал развод, размен квартиры, и она осталась одна, больная, с приступами, с каким-то душевным заболеванием. Это писал мне писатель Александр Нежный. Но через других она сообщала, что письма мои получает, но не пишет, ибо не знает, что ответить. Для меня она так и осталась, как Девора в Израиле. Да будет она благословена у Господа вовеки. Минуты, проведенные с ней, это часть моей жизни, которую я вспоминаю с большим удовольствием. Где она сейчас? Говорят, что приняла монашество, да благословит ее Господь. Знавал я нищего, как тень, с утра бывало целый день. Старик под окнами бродил и подаяние просил, но все, что в день не собирал, бывало каком и слепцам, таким же нищим, как и сам. В наш век таков иной поэт, утратив веру юных лет, как нищий старец изнурен, духовные пищи просит он, и все, что жизнь ему не шлет, он с благодарностью берет, и душу делит пополам, с таким же нищим, как и сам. 1847 Яков, наверное, Полонский. Да. Яков Полонский хорошее стихи пишет. Вопрос 785 2-й том открытым оком. Скажите, если рассказать вам о своих недостатках в интимной беседе, в письме, то у вас изменится отношение к человеку после этого? И вы никогда не станете упоминать при людях об этих недостатках? Ответ. Исповет тайное занятие весьма опасное для тех, кто принимает ее, и может стоить исповедующему самой его жизни. 12 лет я сотрудничаю с местной тюрьмой города Барнаула. СИЗО 17-1 Заключенные не раз порывались в частной беседе сказать тайное о себе. Я всегда предвосхищал эту попытку и не раз повторял ни под каким видом и ни о чем. Этот уголовник не раз уже трепал свой язык втайне то одному, то другому. И вдруг после исповеди о его победах станет известно начальству и он не припомнит ни одной своей ночной беседы на верхней шконке с таким же полосатым ангелом, но всем разнесет «Поп заложил меня». Что за этим вас последствует, вы можете уже не узнать. В моей жизни встречались не на свободе о подобные случаи, когда священников обвиняют в раскрытии тайной исповеди. Хорошо знакомый мне парень работает в кочегарке Покровского собора, упивается в стельку, его за руки и за ноги кочегары вытаскивают и волокут домой. Через несколько дней этот кавычках «стахановец» идет на исповедь к настоятелю. Еще через день одна из прихожанок, видевшая его, влачимого, упрекает кочегара этого. Какой же ты верующий, если так ухлестался? Его реакция совершенно неожиданная. Это Войтович раскрыл тайну исповеди. Расстрепался. Когда мне пытаются говорить что-то, добавляя, только чтобы никто об этом не знал, я поднимаю перед лицом руки ладонями вперед. Не надо, умолкни, иначе завтра же будем врагами. О своих похождениях писать в письмах, рассказывать встречному, поперечному, какая же нужда? Если ты не удержал тайну в самом себе, то как можешь требовать того, а другого? Если же человек не требует сохранения тайны, а отдает ее в мою власть, то я, ежедневно молящийся Богу, бодрствующий над своим языком, неужели не знаю, что сказать? Открою вам небольшой отрывок из письма из Енисейска от отца Геннадия Фаста 22 мая 2000 года. Я увидел безумие канонизаторов, что они предвосхищают суд Божий, провозглашают святым, то есть показывают на 100% уверенность, что человек находится в раю. И это явление сейчас идет обвально по России. Я резко выразил несогласие с тем, что пишут об Ермонахе Григории Яковлеве, не знаю его жизни. Отец Геннадий пишет мне кавычки открыты. Вы пишете, Игнатий, что издали стихотворение Обида, посвященное Гене Яковлеву. Я это стихотворение еще не читал, так как ваших книг у меня пока нет. Но в связи с названием расскажу одну вещь, о которой мне известно из уст Гены Яковлева. Во-первых, как его друг и духовник, могу засвидетельствовать, что всегда до конца своей жизни он любил вас и относился к вам благоговейно. И я уверен, Игнатий, что вы это знаете. Только мелочность могла бы не позволить это увидеть сквозь его необузданный характер. Я уверен, вы не мелочны. Поэтому и не расстраивайте себя мыслями об отце Григории якобы он к вам относился плохо. Сверх неблагородно. Неблагодарно. Сверх неблагодарно. И поносил заочно. Да, язык его был необуздан. Но ведь и вы навряд ли говорили о нем только хорошее. Но везде, где жил отец Григорий, а я прошелся по его стопам в Анжерске, Енисейске, Иркутске, Туре, Туре, где появлялся после него. Там уже знали люди о таких чудных подвижниках, как Игнатий Лапкин, отец Александр Пивоваров. Говорил он и о вас, отец Иаким, так что вы даже и не знаете, сколько людей через него знают о вас. Ну, а за необузданность языка, за несогласие его с вами по некоторым вопросам. Хотите? Так судите его. Но он говорил о вас доброе и даже весьма возвышенное. Ну, а теперь об обиде. Да, Игнатий, он был очень обижен на вас. Сам он считал, что не может общаться с вами из-за этого. Может быть, еще из-за ваших обличений? Не знаю, это на его совести. Но думаю, что нет. Я никогда не замечал, что он уходил от людей, которые его обличают. Нет, таковым он тянулся, а вот безразличия терпеть не мог. Но его с вашей стороны никогда и не было. Обида же его была вот в чем. Он открывал вам, Игнатий, свои грехи. Да, вы не священник и потому формально не связаны тайной исповеди. Но морально, пожалуй, да. По крайней мере, он так думал. Вы же устроили публичную разборку его грехов. Это, а не ваше обличение, сломило его в отношении к вам. Через это он переступить не мог. И оставаясь во всем вашим учеником и последователем, сам он говорил, что является наиболее последовательным человеком в исследовании, обозначенном вами пути. И думаю, был в этом прав. Более общаться с вами не стал. Люди близкие к вам и сейчас по крайней мере многие не так последовательно следуют вам, как это делал до самого конца отец Григорий. И из всех близко общавшихся с вами он осуждал вас, пожалуй, менее всех, оправдал вас в том, в чем другие вас оправдывать не могут. Кавычки закрыты. Вот это я называю гнилыми подпорками под неправду. Если я делал разборку его грехов принародно, то хотя бы одного свидетеля можно найти? Не всем же головы поотрезали кришнаиты. Если бы такой свидетель, лже-свидетель, нашелся все-таки, то мог бы он припомнить не всю жизнь Гены Яковлева, которую я якобы разбирал, но хотя бы один его грех, о котором я говорил публично. Конечно, никто и никогда этого не подтвердит, потому что этого не было. Да никаких и грехов тайных его я и не знал. Все это самая настоящая фантазия. Да, Гена много рассказывал о своей комсомольской работе и о диких оргиях, какие они устраивали там в верхах на Украине. Так что он первые годы опасался, что его могут за это арестовать. Ни о каких подробностях их кутежей я не слышал. Просто он рассказывал об этом и не то смеялся, не то сокрушался, но крутил головой и кривился. Все отступники прибегают ко лжи. У нас готовилась принять крещение одна фатина, но благодаря своему исключительно строптивому характеру отошла от нас, сбежала с истерикой и скандалом. Приехав в Барнаул, она встретилась с приходько Наташей и Морозовой Мариной и порассказала им, что творится в Потеряевке, что отец Иоаким открывает тайну исповеди и настолько она говорила убедительно с таким пафосом и сокрушением, что они ей поверили и хотя готовились принять крещение, решили больше Потеряевку не ездить, потому что эта Серегина Светлана была им близко знакома и они не могли ей не поверить. Но потом все же рассудили между собой и решили на прощание съездить, увидеть все своими глазами. Конечно, ничего нигде и никогда не подтвердилось. Они обе приняли святое крещение и стали членами крестовозвиженской общины. Позже они встретили в своих кавычках наставницу и спросили ее, зачем же ты так оболгала батюшку Игнатия Тихоновича? А она сказала, я это сделаю специально, чтобы отбить вас от них. Как разбор все показывает, нигде ничего не было, поэтому я все публикую. И вас я прошу, ничего не открывать тайного о себе. Если оно действительно тайное и никому неизвестное, не пожалейте. Это мне вопрос задан о тайне. Конечно, отношение к человеку, когда он открывает о себе дотоли неведомое и даже страшное, меняется. Настораживает, но проходит длительное время и если это из его биографии не повторяется, напряжение в отношениях спадает. К бывшим заключенным за небогоугодные дела отношение меня всегда настороженное. мне вопрос задали, если открыть тайну, то мое отношение изменится или нет. Я говорю, я не доверяю им, а тем более, если я узнаю, я еще более осторожен. вопрос 2411, 11 том открытым оком. Почему с отцом Кириллом Сахаровым у вас нет более тесных отношений? Ответ. У нас хорошее отношение. Он был у нас в Потеряевке и жил в лагере, а я был в его общине. Но у нас есть различия. Он за длинное богослужение до 5-6 часов, я же за богослужение не превышающее полтора часа. Я за богослужение на русском языке, а он за богослужение по старопечатным иосифовским книгам. И чтобы иконы и устав был как у старообрядцев. Для нас же это просто мертвый анахронизм и он нам совершенно не нужен. Мы его за тысячу верст к себе не допустим. Но сам по себе свою открытостью отец Кирилл мне близок. Хотя все равно в нем чувствую что-то не наше. Постоянно его себе на уме. Вроде бы как испытывает, а сам думает иначе. Притча 23-7 Потому что каковы мысли в душе его, таковы он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Как бы не с тобою, думая, что это от монашеского духа, от происхождения и от неевангельского восхождения в церковь. Не было обращения по образцу Савла Павла. Вот что он писал после пребывания в лагере Стане у нас в кавычке открытым. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни жизнь в потеряевке и общение с Игнатием. Исключительно одаренная, богатая духовная личность постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с 5 утра до 9 вечера и каждый день неповторим. Десятки новых примеров. Никаких повторов, никакой скучноты, новые краски и грани. Обращаясь к прихожанам храма, я сказал, кавычки открыты, все, что я говорю вам, как видите, довольно остро, но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей, известен в масштабе России, тысячи кассет, публикаций, кинофильмы про него показываются. Это явление нельзя игнорировать. Можно принимать далеко не все. Я с ним спорил по многим вопросам, но это целое явление, поэтому важно иметь представление о нем и провести правильный анализ того, что он говорит. Отсеять рациональное зерно от того, что для нас неприемлемо. Неприемлемо что? Что вот иконы у нас такие, ну как в храме, они такие там как деревянные. Русский язык, конечно, это в первую очередь. Ну и богослужение такое длинное. Отец Кирилл или его обслуга присылает его ежемесячные листки Бересеневские и никогда ни на одно из моих писем не отвечает. В лагере у нас были его прихожане с детьми. Общее впечатление о них мертвое, мертвее старообрядцев, быть может. Вождя фюрера не будет и они улетучатся как пепел из кумирни Виловой. Ни Библия, ни беседы по слову Божию их не интересуют. Заторможенность припекела к их мозгам. Дикое бредоверие и бездушный и глупейший снобизм. Ты знаешь, что такое слово снобизм? Ну, как бы надменность такая. Да, высокоумие, что знает и превозносится. Деяние 8,38 Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппа войзойти и сесть с ним. Иоанна 3,7 Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Стих Наконец треножином не ездят, это ясно даже малышу. Старовером простоишь на месте, выбирая из ушей лапшу. Оцени свободу, если мода кандалами хвастает прилюдно, как вам петь, когда жандарма морда перед вами с желтизной иуды. Из соборных правил не плетите сеть ногам идущим с благовестием. Путь не млечный из иссовших титик, зря смоковнится и занимает место. Дух свободы, в чем подобие Богу, даст такой же рост и приращение. Все пойдет в усладу, на подмогу, даже оглашенным в день сочельник. Дайте жеребенку развернуться, головой разверзнут ложесна. Кесарь, не люби качан капусты, путь в душе цветет, поет весна. Не трясите глупо бородами, вы, апологеты не свободы, за бороду платили по две дани, выкупили, явно не холопы. Что ж, вы злитесь, будто десять тысяч, люто полюбившие притеснения, кормитесь отравленной пищей, полагая все спасение в пенье. Библией страшитесь по привычке, перевод, мол, древний сказили, букву И двуперстно злоба тычет, девяносто первым правилом Василия. Вам евангельская вера не нужна, перепьетесь с горя и с устатку, церковь вам побитая жена, в одеянии новом, вся в заплатках. 16, 11, ночь 4, Игнатий Лапкин. Понимаешь, что как это в церковь и в заплатках, что это означает? Мехи с человеческими преданиями латают и латают все эти дыры. Почему так ведут себя и не знают Бога? Вопрос 741, второй том открытым оком. Филиппийцам 2, 3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславии, но по смиренному мудрой почитайте один другого высшим себя. Что такое любопрение? Ответ Любопрение это любовь к спорам. Когда двое в чем-то не согласны между собой и говорят, что они спорят, то это не всегда так. Это только тогда, когда оба не знают истины, а если один из них знает, то он не спорит, но с ним спорят, а он воссвидетельствует. Марка 8, 11. Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него в знамение с неба и искушая его. Иоанна 6, 52. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Деяние 17, 18. Некоторые из эпикурейских и исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суе слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Римлянам 9, 20. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? 1 Коринфянам 11, 16. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви божьей. Сирахова 27, 14. Пустословие много клянущихся поднимает дыбом волосы, а спор их заткнет уши. Последний вопрос. Вопрос 772, второй том открытым оком. Есть ли человек, который является для вас авторитетом? Ответ. Что вы имеете ввиду, библейский персонаж или из живущих ныне? Христос был действительно человек, Филиппийцем 1, 21, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Но вы очевидно имеете ввиду простых смертных. Таковым для меня является апостол Павел, который говорит в 1 Коринфянам 4, 16, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Из святых, конечно же, не Сундар Сингх, и не Елена Уайт, и не Мартин Лютер, и не Папа Иоанн Павел Второй, и не Протопопа Вакум, хотя от каждого из них я что-то взял, особенно много от последнего. Иоанн Златоуст для меня как маяк, хотя я также не во всем согласен с ним, и конкретно с монашеством, которое он принял, но это уже издержки византийщины, захватившие и его, из живых людей, живущих ныне, нет никого, кому бы я во всей полноте хотел бы подражать. Мне нравятся спины бегущих впереди меня, и даже те, кто наступает мне на пятки. Мне нисколько не импонируют толстокожие и толсторожие, сонные и монотонные. Мне близко по духу, не по монашеству, мать Тереза Калькутская, Билли Грэм. Из православных же никого назвать не могу, лестовку и четки перебирать я и сам умею, здесь мне учителя не нужны. Но этот вопрос я уже отвечал в первом томе о жизни замечательных людей, от которых я что-то отщипнул. Мне нравится жизнь по разуму, по уму, и чтобы это переходило в мудрость во всем, духовном и телесном. Премудрость Соломона 7.28 Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. А то Бог любит подряд пьяниц, наркоманов, да никого не любит Бог, кроме живущего с премудростью. Я никогда и никем в жизни не очаровывался и никогда потому не разочаровывался. В отношении же себя я слышал это от многих. Эти разочаровавшиеся после никак не хотели пойти на контакт, чтобы в беседе разобрать, кто из нас виноват. Я обратился к Богу по Евангелию в доме Еремеева Михаила Александровича и Анны Матвеевны, его жены. Они были бездетные и он совсем по-мирскому малограмотный проповедник, шофер, но они преизобиловали гостеприимством в поиске новых людей, кому бы открыть истину. И я с первого дня стал просить у Бога дара такого, какой был у них, и их жизнь как под копирку отразилась в моей. Вот, все, выключай.